У нас сегодня мега интересная тема про гормоны. И сегодня я вам обещаю, вы узнаете такое, что вам никто нигде никогда не рассказывал точно. У меня такие были интересные вопросы, как раз вы вчера мне задавали, про гормоны. И когда я выкладывала фотографии тех, кому уже далеко за 60, 70 и 80 лет, мне многие написали в комментариях, да они же сидят на гормонах. Мы сегодня с вами, друзья, разберемся, что можно сидеть бесконечно на гормонах, но так выглядеть не получится. Мы с вами сегодня разберемся, почему. Как гормоны влияют на наше самочувствие, на наше настроение, на нашу красоту, на нашу энергию, потому что без этого мы с вами никак не можем. Моя задача сегодня вам рассказать, что это такое, как это получается в нашем организме, и от чего зависит наша с вами молодость и красота, и почему мы стремимся сохранить гормональный баланс. Читовидка царит, запугает. Давайте начнем с самого главного. С того, где же вырабатываются гормоны. Наш с вами центр управления выработки гормонов находится в голове. Вот примерно где-то вот там, за задней частью черепа, у нас есть две структуры, которые называются гипоталамус и гипофиз. Гипоталамус отвечает за то, что мы мысли, за то, что мы чувствуем, да, вот мысли, наши мысли в голове, а потом рождаются на основе этих мыслей эмоции. Именно так это происходит. Не сначала эмоция, потом мысль, а мысль, а потом эмоции. Вот, и мы с вами живем, существуем. Вот я сейчас вам говорю, у меня блестят глаза, потому что мне хочется донести до вас информацию. Во мне определенный коктейль гормонов работает. Вы сейчас слушаете внимательно, вы приготовили листик, блокнот, да, ручку и что-то хотите записать. Вы сконцентрированы, вы все во внимании. У вас другой коктейль гормонов. Я вам что-то рассказываю, и вам интересно становится, вы хотите слушать дальше. И у вас бац, и уровень гормонов поменялся. Вы испугались где-то чего-то, да, вдруг, раз резко там кто-то звук издал, и у вас снова поменялся коктейль гормонов внутри вас. Вы встали утром, вы проснулись, потянулись, у вас прекрасное настроение, у вас один состав гормона. Вы делаете что-то, вы захотели есть, да, вы чувствуете голод, и у вас другой состав гормонов. Каждое наше с вами действие, то, что мы делаем, все абсолютно не зависит, а находится внутри нас в коктейле гормонов. И этот коктейль постоянно меняет свой состав по количеству, по качеству. И если представить себе сами гормоны, да, внутри нас, можно представить их как… Я все время представляю гормоны. Вот у меня, я делала медитацию на гормональный баланс для своих пациентов, и я им их просила представить, свои гормоны, как пробирки, стоящие на одном уровне. И в этих пробирках находятся разного цвета жидкости. Красная, желтая, зеленая, оранжевая, синяя. И эти жидкости как будто бы гормоны, да, кротизол, адреналин, окситоцин, дофамин и так далее. Много-много-много разных гормонов. И это коктейль гормонов. И я просила их представлять, что их гормональный баланс приходит в идеальное равновесие. Вот именно так мы, я вот для себя вот так это представляю. Может быть, вы как-то представите по-другому, может быть, в виде графика. Но я вот представляю этот коктейль именно так. У нас с вами этот гормональный коктейль образуется постоянно, постоянно. И сколько этого коктейля и в каком качественном составе он будет у нас образовываться, зависит у нас вот здесь. Вот тут у нас с вами центр управления полетами. Гипофиз и гипоталамус. Гипоталамус мысль рождает, эмоция мысль, эмоция. И дальше уже он подает сигнал в гипофиз, а гипофиз нам дает выработку гормонов. Не сам гипофиз вырабатывает гормоны. Он тоже вырабатывает некие вещества, которые дают сигналы клеткам гормональных органов вырабатывать вот эти самые вещества, гормоны. Гормоны у нас вырабатываются, они и хранятся в пузырьках. И когда нужно, они вступают в свое действие. Как вы думаете, от чего зависит гормональный коктейль в нашем организме? Исходя из того, что я сейчас сказала. Как вы думаете, когда наш гормональный баланс будет идеален для каждого из нас? Когда? Напишите мне, пожалуйста. Я прям очень хочу, чтобы вы сами это сказали. Вот чтобы не я вам это рассказала, а чтобы вы сами это сказали. Да? Вот тут у вас все. Весь гормональный баланс у нас вот здесь. Представляете? Даже тот, кто мне пишет, что всю жизнь приходится пить против зачаточной. Другие методы и контрацепты не подходят. Вы всегда должны подумать о себе. О себе должны подумать. Зависит от эмоций. Когда у нас хорошее настроение. Все зависит от того, вот, вот я вижу здесь, от нашего эмоционального состояния. Выработка гормонов зависит от нашего эмоционального состояния. Стресс у нас тоже может быть. И это нормально. Мы не можем жить без стресса вообще. Ну нет, ну нет такой функции у нас, что взял, нажал на кнопку и отключил стресс. Не может. Когда эмоции уравновешены. Когда мы с вами находимся, даже если мы в стрессе, когда мы находимся в состоянии стабильных эмоций, да, и мы умеем ими управлять, потому что у нас сначала возникает мысль, а потом эмоция. Не по-другому. Не эмоция, а потом мысль. Доля секунды. Сначала мысль, потом у нас идет эмоция. То есть мы подумали что-то, да, мы подумали, что мысль, ну, что-то упало. Да, и мы тут себе подумали, что, о, Господи, кто-то чужой зашел в дом, да, и в нас выбросился кортизол, вот этот самый гормон. Представляете, доли секунды происходит. Все то же самое происходит с любыми гормонами. Они вырабатываются на уровне наших эмоций. Сейчас мы будем отдельные гормоны смотреть, разбирать, и вы поймете, что действительно это так. И когда гипоталамус дает сигнал гипофиз, гипофиз дает сигнал уже органам-мишеням вырабатывать нужное количество гормонов. Некоторые гормоны вырабатываются органами молниеносно. То есть быстро раз, вот, например, надпочечники, они про запас там кортизол не синтезируют, да, чтобы он где-то там хранился, а потом в нужный момент выделялся. Нет, они прямо тут же выделяют в кровь кортизол, и мы с вами, хоп, испугались, и потом такие, ой, и стресс, да, мы испытали такой стресс, потому что у нас может трясти, там, да, мышцы сводят, потому что вот этот коктейль гормонов пошел. Потом мы пошли, поплакали, адреналин весь со слезами вышел, и все, нам стало легче, если, например, вот какой-то стресс произошел, да. Поэтому наше с вами гормональное здоровье зависит от следующих факторов. Эмоциональное состояние. Почему я вас вводила в состояние? Почему я говорила вам, делай медитацию на состояние, на любовь к себе, на любовь к своему телу, каждой клеточке своего тела, делаем гимнастику, дыхание. Мы с вами входили в состояние для того, чтобы вы уже, сколько мы прошли? Понедельник, вторник, всегда сегодня, четверг. Кто из вас молодец и делал то, что я вам говорила? Вы уже каждое утро входили в это состояние, и у вас уже начались гормональные прекрасные изменения. Представляете? Вы сами, того не осознавая, делали себе прекрасные гормональные изменения. Вы делали микро-шаги к улучшению своего самочувствия. Раз. К долгой и продолжительной жизни. Два. К здоровью. Три. И к молодости и красоте. Четыре. Так вот, это первое, самое главное, это наше с вами эмоциональное состояние. Отношение к себе, отношение к окружающим, отношение к ситуациям, умение выходить из разных ситуаций, не держать в себе обиды, не испытывать чувство вины. Почему многие, когда сходят к психологу, проработаются, поймут, как им себя вести, как воспринимать некие ситуации, начинают себя хорошо чувствовать по здоровью? Потому что у них меняется состояние, потому что у них меняется гормональный состав, гормональный фон, гормональный коктейль, как хотите назовите, в нашем теле. И мы начинаем молодеть, хорошеть, да, и говорят, что психотерапевт или психолог сотворил чудо. Да, он выровнял ваш гормональный коктейль внутри, поработав с мыслительным процессом. Мы это можем делать сами, регулярно. Мы же не можем все время ходить к психологу, не можем. Поэтому мы это можем делать сами. Поэтому я вас вводила уже в это состояние, и многие из вас это почувствовали. Дальше, что нам важно? Нам важно, чтобы органы, которые вырабатывают уже эти гормоны, это надпочечники, это яичники, это щитовидная железа, это поджелудочная железа, да, ну и другие органы, которые выделяют гормоны, это кишечник, потому что он нам дает серотонин. Сейчас мы с вами пройдемся по органам, которые дают нам прям главные гормоны. Нам важно, чтобы эти органы у нас были здоровы. Правда ведь? Потому что сигнал-то пошел, но нужны клеточки здоровые, которые выработают вот эти самые биологически активные вещества. Биологически активные вещества, гормоны, которые нам очень-очень нужны. И я себе тут шпаргалочку написала, чтобы ничего вам не забыть сказать. Как вырабатываются гормоны? Они вырабатываются по принципу, ну, можно назвать это принципом кондиционер, да, сейчас вы все поймете. Вот здесь у нас кондиционер дует, например, да. Он нам, мы поставили программу 23 градуса сделать в помещении. И у нас закрыта дверь, и он нам сначала дул мощно, дул-дул-дул-дул-дул-дул, да, и сделал нам 23 градуса. Потом, хоп, перестал дуть, такой в автоматический режим вошел. Тут кто-то нам с жары открыл дверь, зашел, у нас температура изменилась, кондиционер что начинает? Снова дуть, да, чтобы нагнать вот эту температуру запрограммированную 23 градуса. То же самое у нас сами в организме происходит с гормонами. У нас в организме должен быть примерно одинаковый гормональный состав. Ну, чтобы нам было комфортно, хорошо, чтобы мы чувствовали себя замечательно, нам нужно вот определенные дни цикла, нам нужен такой-то состав эстрогенов, такой-то состав прогестерона, например. Нам нужно определенное количество гормонов щитовидной железы, нам нужно определенное количество гормонов поджелудочной железы, инсулина, да, пищеварительная система и так далее. И так вот, гормоны начинают вырабатываться тогда, когда в крови, как кондиционер, вот они нагнали, навыработались, 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 потом хоп, уровень нормальный стал, тот, который нужен для функционирования. И хоп, они перестали вырабатываться. Как только сигнал есть, в мозг, в первую очередь мозг, как только сигнал в мозг поступает, что ага, там уже всё не хватает, Мы стали есть, мы с вами, например, в другую фазу цикла зашли, и организм решает, что ого, вот здесь вот снизилось, надо срочно начать вырабатывать. Это мы сейчас будем приближаться к теме астрогендоминирования. Мы здесь все писали, что интересует эта тема. Мы сейчас обсудим это астрогендоминирование. То есть вот в определенный момент, когда гормонов в крови становится мало, по принципу кондиционера идет сигнал из мозга, и органы начинают вырабатывать еще гормоны для того, чтобы уровень был достаточный. Вот такая арифметика. Это так вырабатываются в нас гормоны. Дальше. Что нам важно? Нам очень важны выделительные системы. Ты вам сказала, что они по принципу кондиционера вырабатываются, гормоны. Нам очень важно, чтобы системы выделения работали хорошо. Вот смотрите, гормон сделал свое дело. Возьмем на примере эстрогена, потому что все его знают, знают, что это женский половой гормон. Он есть и у мужчин, просто в женщинах его больше. Вот эстроген. Он вырабатывается яичниками. Яичники вырабатывают эстроген. Он выполняет свою функцию в определенные периоды цикла, делает то, что ему нужно делать, и должен быть переработан в печени и выведен с мочой, почкой. У нас есть система выделения, которая помогает нам выводить отработанный гормон. Любые гормоны, которые выделяют органы системы, они отрабатываются. И так потом в печени должны быть расщеплены до разных составов и выведены при помощи желчи и при помощи почек с мочой. Что происходит, если у нас работают плохо органы выделения, почки и печень. Гормоны, которые отработали и сделали свое дело, они не могут быть утилизированы. И они в таком полуутилизированном виде, а может быть даже неутилизированном, остаются в крови. Они уже свою функцию выполнили. Выполнять они ее больше не будут. У них все, резерв их исчерпан. Но они не могут вывестись почками и печенью, потому что там есть какие-то проблемы, нарушена система детоксикации. Мы завтра будем говорить о системе детоксикации, а сегодня мы немножко коснемся этой темы, чтобы вы понимали. Вот плохо у нас в печени. Жировой гепатоз. Жиром печени заплыла. Плохо работает детоксикация. Синдром Жильбера. Нарушение фазы метилирования, например. Столько токсических веществ в организме, что печень не справляется. Ей не до эстрогенов совсем. Ей бы вы отработать там кандиды на выделяло. Ей бы с этим разобраться, потому что это гораздо токсичнее для вас, чтобы вы функционировали ей важнее. Ничего, какие-то там эстрогены. И не отработала, и не отработала. Ладно. А новые гормоны, помните, по принципу кондиционер, выделиться не могут. Получается, что у нас с вами вот это самое образуется эстроген доминирования. Эстроген, ну это на примере, да, так можно быть с огромным количеством гормонов. С тестостероном, да, там немножечко другой стереогенез, но очень все похоже. А если эстрогенов становится много, слишком, да, ну то есть они, их по сути вырабатывается мало, яичники перестают их вырабатывать, потому что сигнала нет от мозга. Кондиционер не работает. То есть в помещении температура вроде бы как нормальная. Нормальная. Но по факту эти гормоны, которые должны быть уже утилизированы, они вступить в свою новую фазу, которая будет работать как гормон, они не могут, потому что они уже отработали это свое дело, они должны быть выведены. Они не могут, потому что у нас не работают системы выделения. Теперь под итог. Нам важно, чтобы мы с вами были в нормальном гормональном коктейле, нормально функционированность гормона. Нам важно, чтобы у нас было правильное эмоциональное восприятие этого мира, хорошо работающие органы выделения гормонов, то есть здоровые яичники, здоровый желудок, кишечник, здоровая поджелудочная, здоровый желудок тоже и здоровая система выделения, потому что иначе все застрянет на каком-то этапе и гормоны вырабатываться перестанут. Понимаете? К чему я вас веду? Я веду вас к тому, чтобы вы не мыслили, как придя на прием к врачу, и врач вам говорит, ой, не хватает у тебя гормонов щитовидной железы, сейчас мы тебе дадим гормоны щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы можно сделать так, чтобы вы начали вырабатываться самостоятельно, поменять эмоциональное свое состояние, войти в то состояние, что вы чувствуете себя хорошо эмоционально, проработать систему детоксикации, и процесс пойдет. Представляете? Проработать состояние желудочно-кишечного тракта, потому что оттуда все растет, и система детоксикации будет хорошо работать, если работает желудочно-кишечный тракт хорошо. И вы наладили гормональный фон. И щитовидная железа стала чудесным образом работать хорошо. И поджелудочная железа тоже почему-то стала работать хорошо. И месячные пришли без ПМС и стали уже не такими обильными. И через 8-10 месяцев куда-то подевался эндометриоз. Непонятно куда. А вы что делали? Вы не принимали никакие гормоны. Вы входили в нужное состояние, вы работали с кишечником, вы проработали систему детоксикации и выделения. И чудесным образом через 8-10 месяцев у вас наладился гормональный фон. Вот. Именно так мы начинаем работать со всеми моими пациентами. Мы так начинаем работать на курсе учусь здоровью. И именно так мы получаем прекрасный, замечательный результат. Теперь давайте поговорим, из чего же делаются гормоны. Из чего они состоят? Что это такое вообще гормоны? Гормоны по своей структуре это белки, большинство из них. А женские половые гормоны это жиры. То есть, если у нас есть в организме поступление белка, этот белок у нас хорошо усваивается, то есть он изначально хорошо разбухает в желудке под действием пепсина и желудочной кислоты, потом он попадает в кишечник, там он расщепляется на аминокислоты. Из этих аминокислот наш организм соединяет все-все-все-все-все и создает свои собственные белки, которые идут на производство нужных гормонов. Это гормоны поджелудочной железы, это другие гормоны, которые мы знаем с вами, это и гормоны щитовидной железы, это же тоже белки. И гормоны пищеварения. Организм сам составил нужные соединения гормонов, плюс еще ему понадобятся витамины и микроэлементы. Действительно, вот кто-то из вас молодец, все написал о том, что витамины и микроэлементы нужны для построения гормонов. Конечно, естественно, они везде как кофакторы выступают. Нужные витамины, нужные микроэлементы, соединяясь с аминокислотами, образуют собственные белки, образуют гормоны. Мы с вами каждую секунду чего-то синтезируем внутри. У нас внутри происходит каждую секунду триллион реакций по синтезу чего-нибудь. Мы с вами ходячий за входик, мы чего-нибудь синтезируем внутри себя. Второе. То есть вы понимаете, что нам нужно, чтобы хорошо белки усваивались, и они у нас были правильные в рационе. Второе. Это жиры. У нас с вами все стероидные гормоны – это жиры. Изначально мы с вами съедаем жиры, правильные, полезные жиры. Не какой-нибудь там маргарин, не рафинированное подсолнечное масло, а нормальные жиры. Ну, возьмем самый нормальный жир, это, допустим, сливочное масло. Ну, самый такой легко доступный нормальный жир. То есть мы с вами съедаем жиры, не надо их там есть тоннами, я не призываю вас есть тоннами, чтобы были нормальные гормоны. У меня услышите, пожалуйста, нужное количество, да? То есть все яд и все лекарства, разница в дозе. То есть мы нужное количество жиров, достаточное количество, съедаем полезных. У нас сначала образуется холестерин. Холестерин у нас поступает на 20% с пищей, на 80% он самостоятельно образуется в печени. Из холестерина у нас с вами синтезируются все женские половые гормоны. Все, все, абсолютно все женские половые гормоны синтезируются у нас из холестерина. Сначала образуется прегненолон, потом прогестерон, и потом идет синтез у нас гормонов эстрогена, тестостерона, дегидротестостерона и так далее. Их много, да? Мы не будем сейчас их перечислять, но все равно вам эта информация не нужна. А также из вот этого самого прегненолона может синтезироваться кортизол, это гормон стресса. И если женщина находится в постоянном, перманентном стрессе, какая-то жизненная ситуация или не умеет управлять эмоциями, ну не научили, не знает как, да, не может войти в состояние, когда она себе нравится, вечно чем-то недовольна, что-то вот беспокоит все время. И это называется состояние перманентного стресса. Вроде бы как вы говорите себе, ну вроде я живу и живу, да, стресса вроде нет, но по факту он какой-то вот перманентный стресс, когда вы понимаете, что ну как-то нет радости, нет удовольствия, что ли. И тогда что происходит? Вместо того, чтобы синтезировались у нас эстрогены, тестостерон и так далее, у нас вот этот самый прегненолон идет на синтез кортизола. И вместо того, чтобы синтезировать женский половой гормон, на синтезируется кортизол. Много. Это хорошо, потому что наш организм таким образом нас спасает. Без кортизола мы с вами не проживем и 4 минут. 4 минуты, и мы с вами умрем в ситуации стресса или перманентного стресса. Без кортизола мы не проживем. Поэтому организм наш идет по пути спасения, да, он нас спасает. И он начинает синтезировать кортизол. Потому что, ну, он считает, что, ладно, женские половые гормоны, ничего страшного. Нам не до размножения вообще-то сейчас, да, сейчас у нас тут как-то ситуация не очень. Поэтому кортизол нам здесь важнее. И он будет всегда давать вот этот холестерин и прогненолон на синтез кортизола. Опять идет все из эмоций. Вы пишете, что значит все идет на психологию. Нельзя отделять, вот я бы не стала отделять отдельно голова и наши мысли, отдельно тело, да, туловище. Нет, его нельзя отделить. Потому что, если мы себя чувствуем хорошо, у нас и тут хорошо, да, у нас хорошие мысли, прекрасные эмоции. И все идет обратно туда, к телу, да. Если мы здесь эмоционально входим в нормальное состояние, так у нас и здесь все хорошо становится. Понимаете? Мы единое целое. Мы не отдельно психология, отдельно поджелудочная, отдельно желчная. Не отдельные мы. Мы все целиком, прямо вот целиковые. Нельзя нам лечить отдельно щитовидную железу и не проработать печень и почки. И работа с щитовидной железой начинается с печени и с почек. И работа с кишечником начинается, ой, и работа там с любым заболеванием начинается с кишечника. Потому что нам нужно, чтобы у нас все усваивалось и всасывалось. Работа с красотой начнется не с косметологии, не с ботокса. А работа с красотой начнется с эмоционального состояния. Мы начали с этого, да, с вами с эмоционального состояния. Работа с красотой начнется с кишечника, чтобы все усваивалось, чтобы все переваривалось, чтобы у нас синтезировались нужные белки, коллаген, аминокислоты. Все шло на построение наших с вами клеточек и хорошего функционирования гормональных систем. Работа с красотой начнется с работы систем детоксикации, когда у нас пигментные пятна, например. Мы чего делаем? Мы пытаемся какую-то мать волшебную купить, пигментные пятна помазать. Чтобы они у нас прошли. А они тут-то прошли, может быть, да, мы там немножко там у нас антиоксиданты в кожу впитались, и пигментные пятна исчезли. А потом базы в другом месте где-то появились. Мы такие думаем, да что ж такое-то, тут помазали, в другом месте появились. Потому что мы работа с пигментными пятнами начнем с печени, потому что там все у нас заложено. У нас организм откладывает токсины в кожу, и они окисляются. И вот это пигментные пятна. Красоту мы с вами начнем изнутри делать, а не снаружи. Да, мы можем работать снаружи. Мы что можем сделать? Мы можем помазать приятным кремом, который пахнет хорошими эфирными маслами. Что это нам даст? Приятные эмоции. Как работают эфиры, эфирные масла? Они создают эмоции. Лаванда, например. Или что нам нравится? Нам нравится этот запах, он создает нам эмоции. У нас пошла мысль, о, как вкусно пахнет. У нас воспоминания какие-то, да, там, почему мы очень реагируем на запахи. И нам очень плохо, когда запахов нет, потому что мы вспоминаем. У нас мысли рождаются, у нас рождаются эмоции. Мы сейчас с дочкой, например, ходили обедать на свежий воздух. Мы вышли с ней на балкончик, на террасу, поставили столик, стульчики. И я вспомнила, как в детстве мы маленькие выходили с тарелкой в деревне на крыльцо и ели картошку. И так было вкусно. И вот эти эмоции пошли, да, и мне было так здорово. У меня в этот момент, вот я вам гарантирую, улучшилось пищеварение. Потому что у меня пошли положительные эмоции. Потому что у меня активно начали синтезироваться этот коктейль гормонов нужный. Гастрин пошел, да. А если бы я в этот момент смотрела новости, что бы у меня было? Если бы я в этот момент, когда сидела, кушала и смотрела новости, а там бы мне сказали, что самолет какой-то разбился. Или там ребенка какого-то от родителей забрали, и родители решили родительских прав, а они теперь не могут ребенка своего видеть, да. Я просто я думаю, господи, боже мой, неужели такое происходит, да. Что у меня пошло бы? Я бы подумала об этом, у меня пошла бы мысль. У меня бы пошла выработка кортизола, и мой бы организм сказал, так, пожалуй, нам сейчас не до переваривания пищи, что-то не так в этом мире творится. Пожалуй, не надо сейчас, надо сейчас спасаться, да. Это вот реакция организма, надо сейчас спасаться и бежать. Что у меня в этот момент бы произошло? У меня бы заблокировалась выработка гастрина, пепсина, соляной кислоты, а я бы картошку-то, или что там я бы ела? Ну, нет, я не картошку, вот. Но что бы я ела, да, неважно, что я ела бы, это бы поступало бы, поступало бы ко мне в желудок и в кишечник. А соки перестали вырабатываться из-за того, что вот у меня тут пошло не так, и гормональный коктейль у меня уже сместился. А дальше что? Вот просто проследите за этим, да, мысленно. А дальше у меня же соки не выработались, пища у меня дольше осталась, часть не расщепилась, потому что поджелудочная железа мало ферментов выработала, часть у меня там начала бродить в кишечнике, бродильные процессы вызвали воспаление в кишечнике, половина витаминок не всосалась, вышла, транзитом прошла, нужные витамины, микроэлементы я не получила, белки нормально я не получила, часть ушла у меня, транзитом прошло, жиры нормально у меня не усвоились, потому что у меня желчаток заблокировался в этот момент, спинтер-оди тоже мышечный орган, и на выработку кортизола он спазмеривался, он мне не дал желчи. Жиры у меня не эмульгировались, гормоны у меня не образовались, астроген, прогестерон, и к месячным я пришла либо без них, и мы ждем такие и думаем, ой, наверное, нам придется гормоны пить какие-то. Или я бы пришла с жутким ПМС, потому что у меня был какой-то забаланс в гормонах. Вы понимаете, вот как работает вот эта цепочка? Я на курсе на своем, учу вас мыслить именно так. Никогда вы пришли к врачу, врач увидел у вас высокий ТТГ и сказал, так, похоже, тебе целые, вы пожизненно придется пить гормоны щитовидной железы, ну не работает твоя щитовидка. Если бы мне врач сказал, что у меня чего-то не работает, я бы сказал, знаете что, я пойду и поговорю с своим организмом, сделаю так, чтобы мне все заработало. Вот. Вот так нужно относиться к своему организму, если мы хотим быть молодыми, здоровыми и красивыми. Изнутри мысли, эмоции. Так, еще я вам хотела сегодня рассказать про, и, конечно же, я буду отвечать на ваши вопросы, сейчас выдам все, что хотела сказать, и обязательно поотвечаю на ваши вопросы. Я хотела вам сказать про то, как мы с вами сдаем гормоны. Это тоже немаловажно, и я хочу, чтобы вы эту информацию знали. Все, что я рассказываю, вроде бы как косвенно касается красоты, косвенно, да? Но очень-очень-очень это все близко к нашему с вами состоянию красоты на самом деле. Мы с вами можем сдавать анализы на гормоны. И иногда это нужно делать. Например, мы не можем понять, что происходит, почему у нас нет цикла, куда это все делается, почему у нас герсутизм, там, усики начали расти, или, например, волосы стали попадать, да? Нам нужно проверить, посмотреть, а где поломалось. Это можно делать. Или мы хотим посмотреть, как у нас работает щитовидная железа на текущий момент. Мы идем сдавать гормоны. И вот я вам хочу рассказать информацию о том, как правильно нужно сдать гормоны. Мы с вами понимаем, что у нас гормоны вырабатываются на наши эмоции. Мысль, эмоция, мысль, эмоция, реакция в теле. Именно так это работает. Мысль, эмоция, реакция в теле. Наши с вами гормоны вырабатываются именно так. И когда вы идете надавать гормоны, всегда об этом помните. Нельзя встать рано-рано утром, с кем-то дома поругаться, опоздать на автобус, залезть, втиснуться в этот автобус, прибежать в лабораторию и сдать гормоны щитовидной железы. Вы получите результат, прибежите к ним к эндокринологу, он скажет, о, ё-моё, гипотериоз, пей-ка ты гормоны щитовидной железы. И вы начнете пить эльтероксин. А надо было утром встать, сделать дыхательную практику, сделать медитацию, спокойно доехать до лаборатории, посидеть 10-15 минут, о чём-то приятном подумать, и пойти сдать гормоны щитовидной железы. У вас бы этот ЭТГ был в три раза меньше, чем если бы, как в первом случае, пришли бы сдавать его. Также мы сдаём женские половые гормоны. Вот мы сегодня сдали, во-первых, они сдаются по дням цикла, по определенным. Женщина должна понимать, сколько дня у неё цикла, чтобы прочитать, примерно, в какие дни нужно сдать гормоны. Определённые гормоны сдаются в определённые дни цикла. На курсе «Учуюсь здоровью» я всё даю. Я даю, какие чекапы нужно сдать, в том числе, как проверить женские половые гормоны, в какие дни цикла сдавать, какие гормоны. Это я всё обязательно даю. Там у нас прямо в первом модуле у нас есть эта информация. Не в первом, а в втором модуле есть эта информация. Вот. И когда вы сдаёте женские половые гормоны, вы должны понимать, что гормоны – это не постоянный показатель в крови. Постоянный показатель в крови – это гемоглобин, например. Вот он постоянный. А гормоны, они сегодня, вот сейчас их столько, а через 2 часа их будет уже другой состав. А потом через 3 часа, когда вы выступали на конференции, вы немножко понервничали, вам стал даже вот прям, или наоборот, вы пришли в состояние эйфории, и если вы пойдете сдавать анализы на женские половые гормоны, будет еще один состав. Поэтому здесь нам нужно понимать, и обязательно, даже когда мы идем сдавать женские половые гормоны, мы должны привести себя в состояние покоя, в состояние эмоционального покоя. Никаких там перелетов до сдачи гормонов, никаких потрясений там или эмоциональных, никакого секса перед сдачей гормонов быть не должно, потому что секс тоже дает нам выделение определенных гормонов хороших, кистацина, дофамина и много чего другого, которые влияют на уровень остальных гормонов, в том числе на уровень гормонов щитовидной железы, между прочим. Вот именно так нам нужно пойти сдавать гормоны, если мы хотим их сдавать. Теперь очень-очень частый вопрос. Заместительная гормональная терапия, прием оральных контрацептивов для красоты и здоровья. Так, сейчас я буду пробовать объяснить это вам очень понятным языком. Вот смотрите, у нас есть орган, который вырабатывает гормоны. Это, допустим, женские половые гормоны, потому что мы сейчас говорим о заместительной гормональной терапии, как и кубок, да, или при климаксе и при менопаузе. Что у нас происходит в яичниках? Яичники у нас рассчитаны на определенный резерв, то есть у нас есть до определенного возраста резерв, которым когда-то он исчерпается, и яичники перестанут вырабатывать эстрогены. Эстрогены, как говорят, это гормоны молодости, это упругая кожа и так далее. Ну, в какой-то мере, да, это упругая кожа и так далее. Но на самом деле красота может зависеть от, большей части, по большей части она зависит от работы вашего кишечника и желудка на самом деле, а не от количества эстрогенов, присутствующих в коже. Если у вас с кишечником все хорошо, если у вас на эмоциональном фоне все хорошо, если у вас есть физическая активность, и вы развиваете свои митохондрии, мы, я надеюсь, вы посмотрели, да, мини-урок о митохондрии, если это так, то, в общем-то, отсутствие достаточного количества эстрогенов для вас никак не страшно, и на вашу красоту оно никак не повлияет. Никак. Потому что у вас будут хорошо усваиваться белки, у вас будет образовываться коллаген, нужные витамины будут образовывать нужные белки и соединение кожи, и все будет прекрасно. Это если у вас работает хорошо желудочно-кишечный тракт, если у вас хорошо работает система детоксикации, печень, почки, если у вас хорошо прокачана лимфа, которую мы с вами прокачивали при помощи упражнений, вам не страшно, вам не нужны эти гормоны, от которых все говорят и говорят, что от них женщина чувствует себя лучше. И это совершенно не так. Так вот, если мы начинаем давать гормоны, как оральные контрацептивы, помните, что это принцип кондиционера, так работают только, в основном работают так половые гормоны. Например, гормоны поджелудочной железы работают немного по-другому. Мы сейчас говорим о половых гормонах, которые якобы дают нам красоту и молдость. Когда мы начинаем давать таблетку изнутри, то все то же самое работает по принципу кондиционера. Есть гормон, и вы же все время даете этот гормон, то есть каждый день выпиваете таблетку, каждый день поступает этот эстроген. И тогда ваш яичник, ваш собственный яичник, перестает вырабатывать эстроген, чаще всего совсем, потому что достаточно поступает с таблеткой. И он как бы засыпает. Он спит. Чем это может быть чревато? Когда вы решили забеременеть, если вы принимаете гормоны в молодом возрасте, если вы решили забеременеть, то это может привести к тому, что яичник не сможет восстановить свою функцию. Представьте, что вы вас отправили отдыхать на Бали. Вы там очень хорошо живете, вам не надо работать, у вас все есть, вы купаетесь в океане, у вас все замечательно и прекрасно. И тут вам сообщают, что отпуск закончился, вы там были 2-3-4 года, и вообще кайфуете от своей жизни, ничего вам не нужно. Идут вам сообщают, что ваш отпуск закончился, нужно возвращаться зимой в сырую промозглую Москву, там где слякоть, грязь, и нужно работать по 12 часов в день, а то и больше. И только так вы теперь будете жить, и больше никак. Вы бы захотели вернуться? Я думаю, что нет. Ваши яичники тоже не хотят возвращаться, потому что они уже привыкли, что вы их отправили в отпуск. В отношении поджелудочной железы и ферментов эта история не работает. Мы сейчас тоже, если хотите, пару слов скажу насчет этого. И ваши яичники не могут восстановиться и начать нормально работать и вырабатывать гормоны после этого. Особенно если в отпуске они были очень-очень долго. Если они там месяц-два побыли в отпуске, ну это еще ничего. А если они были там очень долго, то очень часто может произойти печальная история, когда не возвращаются из отпуска. У меня на приеме, на консультацию была девушка, ей всего лишь 27 лет. И по всем гормонам она уже вошла в менопаузу. У нее месячные... Ну она принимала гормональные контрацептивы в течение 5 лет и решила забеременеть. И когда она пришла ко мне на консультацию и мы посмотрели ее половые гормоны, они все были в уровне, когда женщина входит в менопаузу. Хотя она их отменила уже давно, уже год как отменила, но месячные не наступают и не собираются. У нее было состояние, как будто были приливы, и вот такое состояние, что она вошла в климакс. Ей всего 27 лет. Ну это редко бывает, да, обычно не так все страшно, но бывает, да. Мы не знаем, как поведет ваш организм с приемом химических гормональных контрацептивов. Вот, поэтому здесь очень-очень сильно надо подумать, прежде чем принимать их в части контрацепции. Что касается, если вам врач говорит, что СПКЯ лечится только гормонами, не слушайте его никогда. СПКЯ лечится прекрасно, снимается инсулинорезистентность, улучшается детоксикация в печени, снимается вот это состояние, СПКЯ приходит в норму. Да, вы приводите вес в норму, система детоксикации в норму, СПКЯ приходит в норму. Да, это дольше, да, это требует от вас усилий, но это работает, а вот кок не работает. Если вам врач говорит, что у тебя прыщи, надо принимать кок, у тебя тогда кожа будет красивая. Ну да, прыщи немножко будут меньше. Но внутри-то что происходит? Трэш. Внутри трэш творится. Никогда не слушайте, если вам врач назначает гормональные контрацептивы в качестве лечения какого-то заболевания. Бывают случаи, когда реально нужно подобрать заместительную гормональную терапию, потому что без нее, ну, никак. Но это должно быть очень грамотно сделано. Не просто так, а попей Жанин, а попей Ирину или попей что-нибудь еще. Это делается по анализам, это делается очень скрупулезно, смотрятся все системы детоксикации, как они работают, справятся ли они с этой гормональной заместительной терапией. Вот тогда она подбирается. То есть они нужны в определенных областях, но не так вот, чтобы нам с вами попить для красоты. Однозначно нет. И многие, кстати, говорят, что от гормонов чувствуют себя плохо. Головные боли начинаются, и тромбозы начинаются, и варикозы, геморрой, ну, потому что они влияют на систему свертывания крови. А почему они влияют? Потому что они ухудшают систему детоксикации в печени, а во второй фазе детоксикации печень начинает плохо работать, детоксицирует плохо, повышается свертываемость крови, тромбоз, высокий гомоцистеин и, здравствуйте, сердечно-сосудистые заболевания. Вот. А еще экстрагендоминирование, которое мы с вами вот обсудили, да, экстрагендоминирование, это когда экстрагенов становится много по каким-то причинам, а по причинам каким? Плохо работают детоксикации в печени. Их слишком много скапливается, они начинают работать против нас. Появляется мастопатия, кисты в груди, кисты на яичниках появляются, потому что органы не справляются. И мы часто идем не к печени, мы часто идем не к детоксикации, не смотря на то, сколько мы токсинов извне потребляем и что у нас там внутри получается, а мы идем с поверхности. Вся медицина традиционная, да, так назовем ее традиционной, не знаю, правильно или нет, хотя мне кажется, традиционная медицина, это когда ты изнутри идешь. Вся эта медицина настроена на снятие симптомов. Всегда это помните, снятие симптомов, чтобы поверхностно снять симптомы, есть схемы, снимаются симптомы и все, а что с вами дальше происходит, никого особо не интересует. Поэтому вы сами должны интересоваться. Человек рождается, нет, приведу такую аналогию, мы купили холодильник, мы купили компьютер, мы купили какую-то технику, мы что делаем? Ну, поправим, мы что должны делать? Мы должны прочитать инструкцию, да, вот как этим пользоваться. Ну, иногда бывает, мы делаем наоборот, мы сначала делаем, что-то ломаем, а потом думаем, дай-ка я инструкцию посмотрю. Это неправильно, надо сначала инструкцию почитать, потом что-то начать делать. Человек рождается, в школе ему не дают инструкцию, как себя использовать. Никто не читает инструкцию к человеку, только может врач, да, когда он пошел в медколледж или в мединститут, дают инструкцию человеку но таких единицы тот-то учится на троциолога или натуропата да это кто превентивной медицины занимаются тот получает инструкцию остальные люди которые пытаются решить вопрос стады г с болезнью щитовидной железы с жировым гипотозом с проблемами гормональной системы у женщин они эту инструкцию не получают к сожалению и слушаю тех там говорят тыков принимай или вот тебе эльтероксин пожизненно пей и все эльтероксин пожизненно пить надо только если ттг 20 там и выше и это уже прямо такое что или щитовидную железу удалили но тут уже вариантов нет ну она не нарастет да то есть это ничего не сделаешь с этим вот тогда тут уже заместительная гормональная терапия да действительно это так так давайте посмотрю на ваши вопросы надеюсь я вас замотивировала что нужно еще раз давайте прям вот итог у кого листок есть прям напишите первое входим состояние эмоциональное состояние свое стабилизируем а как мы можем его стабилизировать да ну можно пойти к психологу работать можно книжки психологические читать это долго можно делать медитацию на вхождение состояния можно делать дыхательной практике вы видите что они вас реально ввели в другое состояние многие написали в чате что состояние реально меняется правда ведь она меняется вот таким образом вы можете себя вести у нас на курсе работает аня давыдова психолог она дает вам маленькие уроки кто мне на курсе был знает маленькие уроки чтобы вести вас состояние чтобы чувствовали свое тело маленькие маленькие задания небольшие но они делают такое огромное дело с вашим телом вы даже себе не представляете вот она у нас там где-то ведет 4 урока и все после телеканал практика говорят что очень меняется состояние то есть мы меняем состояние мы первое что мы должны сделать когда мы лечим какие-то органы женские мы там еще что то мы должны подумать о своих системах пищеварения системы детоксикации мы когда нормализуем гормональный форм с моими пациентами мы занимаемся вообще не фоном на четвертом пятом этапе только фоном гормональным занимаемся и гормонами да там если что-то не так там восполняем дефициты мы начинаем с пищеварения начинаем системы детоксикации заниматься и на курсе мы тоже учусь дороге мы начинаем вашим здоровьем начинаем заниматься самого начала мы вас вводим нормальное состояние мы вам даем инструкцию к применению человеческого тела мы вам даем практические инструменты почему мы там я и моя команда мы даем практические инструменты как обращаться с собой мы улучшаем систему детоксикации и чудесным образом у вас меняется вся жизнь так давайте у кого есть вопросы у нас с вами есть время давайте поотвечая на ваши вопросы вот сегодня я хотела вам принести вот эту информацию конечно гормонах мы можем говорить много бесконечно я надеюсь что в ближайшее время ближайшие три-четыре месяца я сделаю тоже онлайн практикум по гормональным системам чтобы вы могли как практические навыки брать и действовать но но уже сейчас вы можете начать делать а потому что я вам дала инструменты в самом начале нашего марафона вывод не читайте российских газет за завтраком точно никаких газет музыку можно слушать это можно обалдеть да вот именно так это все работает представляете а некоторые без телевизора есть не садятся особенно когда сериал какой-нибудь идет вот если я увижу кого-нибудь за телевизором найду и по попе нашли потому что это невозможно детей еще сажаете с мультиками вы детям своим самого раннего детства отключается систему пищеварения и напрочь детскую женскую из вас девочка гормональную систему напрочь вот так вы блокируете с этими мультиками с во время еды как все устроено да ребятки вот так у нас все устроено вот не так и сказали муж работает забить за рабочим местом мужу дайте пожалуйста послушать этот фрагмент который я говорила у мужчины у них тоже есть гормоны представляете они тоже люди и в мужчины должны быть хорошим составе тестостерона и у мужчин тоже должно хорошо работать пищеварение и системы выделения и хорошо должна работать печень и желудочный сок должен хорошо выделяться а за рабочим местом нельзя ни в коем случае есть даже вот если вы на работе находитесь и вы что должны сделать перед тем как пойти на обед пять минут закрыли все выключили сели просто посетили подышали пять минут посидели подышали просто животиком если есть возможность наушники в уши вставили медитацию послушали и пошли обедать и это будет идеально вы увидите что через месяц ваше пищеварение совсем поменялось это бесплатно не надо никаких добавок глотать представляете когда участники заходят на курс учу здоровья некоторые говорят боже вы даете схемы тут столько добавок а можно мне их не принимать я и даю потому что есть потребность ну реально кто-то хочет принимать действительно но результат всегда есть даже у тех кто их не принимает так у меня кстати щитовидкой поджелудочным полипом не назначили лечение но смотрите кистов щитовидки в поджелудочном полипа опять же если в поджелудочном полипа ну в желчном наверное да полипа полипа в желчном это плохая детоксикация в печени и от и воспаление в стеночке желчного пузыря и образуется в итоге вот этот полип полип очень хорошо уходит очень хорошо уходит так здесь вопрос есть может быть из-за щитовидки трема в руках если это гипертиреоз если огромное количество гормонов вырабатывает щитовидная железа а гипертиреоз очень часто на стрессах на эмоциональных на очень сильных стрессах бывает он может привести к тремору в руках конечно может привести к повышению температуры состояния озноба так как я отношусь гормональной заместительной терапии вот так я к ней отношусь нехорошо не отношусь можно принимать можно принимать но не гормон не сами химические гормоны а есть фитоэстрогены вот они очень природные для нас для женщин это соя да ну не саму сою жевать а есть истравелл по-моему да делается из сои есть природные компоненты такие как лигнариус да они мягко действуют они просто помогают мягко войти в состояние менопаузы и не нужна никакая гормональная заместительной терапии природы не задумано что мы с вами будем стареть на каких-то таблетках гормональной заместительной терапии да мы и не станем с вами моложе с ними поверьте мы не станем а вот вопрос как вылечить полип матки ну я надеюсь вы не думаете что я вам здесь прям расскажу как его вылечить но полип матки это нарост нарост воспалительного характера нарост может быть гормонального характера я вам рассказывала прям весь прямой эфир о том что нужно начать системы детоксикации это самое важное у нас с вами очень плохо у многих у девяносто пяти процентов людей ужасно работают все системы детоксикации они забиты у нас тем что мы съедаем они забиты тем что у нас есть внутри у нас эра антибиотиков к сожалению прошла да она началась у нас как раз вот когда в пятидесятые годы началась даже чуть пораньше там сорок седьмом году да вот когда антибиотики массово пошли не и она не заканчивается если уже климакс как быть также ваша система детоксикации приведут вашу кожу в лучшее состояние ваша умыслительная деятельность и ваши эмоции приведут вашу кожу в прекрасное состояние надо посмотреть в сторону почек как они у вас работают эти системы мы точно можем привести в состояние нормальное диана 35 убойное количество гормонов то так чего там принимают 25 лет при аид можно ли их отменить а смотрите вот не бросайтесь пожалуйста сейчас те кто принимает гормоны отменять себе гормоны ой страшно да гормоны это не страшно нет я же не говорю что нельзя пить гормон кому-то реально действительно по показаниям нужно когда там дтк зашкаливает там врач назначает потом дальше мы разбираемся если вы пьете гормональную терапию при заболеваниях щитовидной железы при аутоиммунитете никогда ни в коем случае нельзя резко бросать никакие гормоны вообще резко не бросаем даже если вы пьете кок и вы сейчас на середине нельзя их бросать на середине мы допиваем пачку до конца и тогда уже мы их отменяем опять же мы должны поддержать систему детоксикации при отмене иначе вы отмените у вас прыщи вылезут кожа станет дряблой да вы будете думать а почему так волосы полезут очень часто при отмене кок вот это вот происходит поэтому отменяем кок но при этом мы работаем с системой выведения с почками с печенью желудочно-кишечным трактом улучшаем пищеварение проводим антибразитарные программы потому что все это влияет на внутреннюю нашу интоксикацию убираем там мусор пищевой из своего рациона начинаем есть из нормальной посуды не из пластика чтобы у нас ксеноэстрогены не попадали внутрь и тогда ваш выход от отмены кок он будет плавный и хороший что касается щитовидной железы вы начинаете работать с системами детоксикации улучшаете пищеварение и потихонечку там переходит на полезный правильную эту на полезное правильное питание все меню я даю на курсе учусь здоровью там их у нас много вы можете для себя выбрать то которое подходит именно вам оно вкусное вы не голодаете вы кушаете вкусный полезно и опять пришла в рекламную паузу так своего курса но я не могу вам про него не рассказать потому что это действительно инструкция к пользованию вашим телом действительно это так это работает я вижу так каждый каждый выпуск потока каждый выпуск потока я Я вижу, какие результаты. И потом, когда вы уже улучшили систему детоксикации, я сейчас чуть-чуть подвину поближе, а то мне тянуться приходится. Когда вы улучшили систему детоксикации, вы знаете, что вы уже добавили селен, например, уже добавили то, что нужно для щитовидной железы, улучшили состояние желудочно-кишечного тракта, у вас витамины начали усваиваться нормально, вы уже тогда потихонечку начинаете снижать дозу эльтероксина, и, возможно, вы уходите с него совсем. У меня большинство людей, кто принимает эльтероксин, ну это на консультациях, да, мы там постепенно уходим от гормонов. Кто-то сам это делает после курса «Учусь здоровью», сам потихонечку уходит. Как я доступно объясняю? Да, я стараюсь, чтобы вы понимали, я стараюсь прям понятным языком. Так, вот я эмоционально здорова, спокойна, питание правильное, кишечник работает хорошо, спорт, йога, лимфа, чищу, есть пигментация после родов. Ну, значит, нужно обратить внимание, какая-то была, ну, во-первых, в родах, беременность, вернее, у женщин всегда бывает нагрузка на систему интоксикации, поэтому нужно обратить внимание в сторону печени, да, немножко ей помочь, может быть, что-то попринимать дополнительно. А, по моей пациентке, 27 лет, которая, да, переживаете за нее, смогла ли она потом восстановиться. Вы знаете, через 4 месяца гормоны улучшились, прям реально. Месячные еще не… ну, сколько прошло? 4 месяца, но это черновато, они, конечно, не придут так быстро. Но, но ФСГ, прям, это наша маленькая победа. ФСГ вошел уже практически в норму, так что мышечные, я думаю, скоро придут. Можно ли через месяц приема КОК прекратить пить? Можно, но нужно подготовиться обязательно. Если бросить пить противозачаточный, боюсь поправиться. Нет, вы не поправитесь. Почему вы решили, что вы поправитесь? Нет. Тем более, если вы занимаетесь своим здоровьем, вы не поправитесь. Так, скажите, пожалуйста, много лет принимаю гормоны аутерокс. Какие могут быть последствия? Если он вам показан, потому что у вас удалена щитовидная железа, то тут у вас вариантов нет. А если есть все предпосылки восстановить работу щитовидной железы, то надо с этим работать. А вот еще такой вопрос аденомогипофиза. Не сказала я в этот момент. Есть еще вариант, когда некоторые гормоны начинают вырабатываться не так, как нам нужно, из-за такой проблемы, как аденомогипофиза. Это микронарост на самом гипофизе, и за счет того, что он там есть, естественно, сигналы к выработке гормонов, например, пролактина, они начинают проходить ошибочно, и повышается пролактин и некоторые другие гормоны. Здесь какие варианты? Здесь нужно обратиться к нейрохирургу и проконсультироваться. Здесь, возможно, придется принимать некие препараты. Ну, здесь безвыходная ситуация, да? Я же не против всей информации. Есть очень достойные препараты, которые действительно спасают жизнь. Возможно, нужно будет принимать препараты с коррекцией дозы, а, возможно, нужна будет операция. Ну, то есть по-разному. Ну, мы нотропатически аденомогипофизом, мы не можем ее убрать. Как бы мы ни старались, потому что здесь вот такие вот генетические изменения. Тут мы... Так, в каком чате? Так, кто у меня не в чате, друзья? Ну, может быть, кто-то новенький присоединился сегодня или вчера. У меня в шапке профи есть кнопочка квадратненькая для регистрации на марафон Вечная Молодость. У нас эфир в рамках марафона Вечная Молодость. Вы можете там зарегистрироваться, попадете в чат и все прям с самого начала посмотрите. Вот вопрос. Как лечат кисты яичников? Кисты яичников – это воспаление. А это значит, у нас яичники в малом тазу находятся, да? Итак, давайте мы с вами будем включать вот эту логику, да? Как мне мои пациенты говорят, вы шарлык Холмс, вы ищете причину, да? Нам с вами нужно найти причину. Есть кисты на яичниках. Мы такие думаем, яичники, вот чего-то у вас кисты выросли, да? Почему вы мне там не синтезируете ничего? И гормоны плохо синтезируют, и болят они, перекручиваются во время месячных. Невозможно, на стену хочется лезть, потому что кисты и все это болезненно. Не надо обижаться на свои яичники, они неспроста закистовали что-то, что-то они закистовали. Понимаете, носки образуются в результате каких-то воспалительных проблем. То есть ваш организм спрятал в эту капсулу, в кисту, то, что он посчитал нужным спрятать, потому что если он бы это не спрятал, это бы распространилось где-то еще, и вам было бы гораздо хуже. Поэтому, исходя из того, что мы доверяем своему организму, мы понимаем, что киста нам нужна не просто так. Мы действуем дальше. Так, это воспаление. Где могло возникнуть воспаление? Что не так? Я много сижу, мало двигаюсь, у меня плохо работает малый таз. Добавляем туда приседания, дыхательную гимнастику обязательно, и смотрим в сторону кишечника, потому что если там есть воспаление, естественно, будет хроническое воспаление в органах малого таза. Это и матка, и маточные трубы, и яичники, и все, что там находится, в этом, рядышком, да, оно может воспаляться. Поэтому смотрим в сторону кишечника. Как там? Как там? Есть ли вздутие? Есть ли запоры? Да? Как работает система детокса? Как работает печень? Как работают почки? Мы вот когда работаем с воспалениями, мы должны посмотреть в эту сторону сначала, да, и начать работать именно с этого. Значит, надо быть всегда в состоянии радости и пофигизма. Ну нет, пофигизма не надо. А вы не сможете быть постоянно в состоянии радости и пофигизма. Мы можем грустить, мы можем печалиться, у нас может быть плохое настроение и плохое самочувствие, и это нормально. Вы всегда должны понимать, что это нормально. Так, нерегулярный менструальный цикл с начала месячных, вплоть до родов, спустя 1,1 год после родов и 5 месяцев после прекращения ГВ месячные отсутствуют. Что посоветовать обратить внимание? Опять же, на ваше эмоциональное состояние. Самое первое. На ваш вес, на ваш инсулин, на ваш рацион. Что у вас в рационе из жиров? Что вы едите? Вот туда надо обратить внимание. Так, а если планирую беременность, и поэтому принимаю тероксин, и докринолог назначил. Как это? Неправильно получается? Во-первых, тот, кто планирует беременность, должен понять, что... Во-первых, я бы, наверное, сдавала постоянно, ну, чаще, чем этот гормон ТТГ, который есть, и посмотрела, как он меняется в зависимости от моего состояния, в зависимости от дня... Ну, дня цикла не меняется, в состоянии он точно меняется. Что касается остального, если вы готовитесь к беременности, начните с системы детоксикации. Начните с них и с восполнения дефицитов, чтобы во время беременности у вас ребеночек получал все, что нужно. Вы увидите, что у вас ТТГ в норму вошел. И это не быстро. Да, тероксин снизит ТТГ через месяц буквально. И вы такие, о, все, я могу беременность. А если я вам скажу, надо проработать систему детоксикации, проработать с кишечником, систему выделения и восполнить дефициты, то на это уйдет как минимум месяца 3-4. Вы скажете, ой, это долго, я хочу прям сейчас. Но тогда ваш ребеночек будет идеальный, он будет очень здоровый. Поймите, все закладывается внутри. Все, что вы дадите вашему ребенку, потом отразится на его здоровье. Поэтому не торопитесь. 3-4-5 месяцев ничего не решат абсолютно. Абсолютно никак. Но они решат будущее вашего ребенка точно, однозначно. Улучшите свою систему детоксикации, восполните нужные дефициты, и ТТГ ваш придет в норму. Возможно, у вас железо-дефицит. Посмотрите в эту сторону. Без железа у нас не работает щитовидная железа. Возможно, у вас йода-дефицит. Посмотрите в эту сторону. Если вы восполните йод и улучшите работу кишечника, ваш ребенок будет очень умный. Понимаете? А если вы будете просто эльтероксид принимать, то ребенку вообще ничего не достанется. Потому что вам нужно дать, вашему организму нужно будет вас вытащить в эту беременность. Ну, чтобы вы-то как бы более-менее себя чувствовали. А еще ребенку надо дать. Как лечить кисты в груди? Смотрите, кисты в груди – это чаще всего эстрогендоминирование. Кисты в груди – это чаще всего дефицит йода. Поэтому, когда мы лечим кистозы, мастопатию в груди, фиброзно-кистозную мастопатию, мы начинаем с системы детоксикации. Это прям самое первое. Это вторая фаза детокса у вас вообще-то стоит. Она не работает. Мы разгоняем лимфу. Мы вот этим занимаемся весь месяц на курсе «Учусь здоровью». Мы разгоняем лимфу, мы работаем с системой детоксикации, мы распиваемся, пьем достаточно воды, у нас все начинает работать. Конечно, они за месяц не уходят, но через полгода вы уже раз и уже без кист в груди. Усполняем дефициты обязательно, йод, добавляем селен обязательно. Вот спрашиваете, когда вы мне говорите, у меня полип, что мне можно принимать? Вот так у меня реакция. Ничего. Просто бесплатно дыхание, ваше состояние, питание, улучшение лимфотока при помощи жидкости воды. Это первое, что вы должны сделать. Просто горячую воду начать пить, и это будет уже хорошо для вас. Так, если нет месячных третьем месяце, 50 лет, что делать? Ну, в общем-то, вы входите в менопаузу, видимо. Просто нужно заняться своим здоровьем, чтобы вы в менопаузу вошли очень хорошо. Так, ой, сейчас, сейчас, сейчас. Так, про кисту я сказала. Так, гипотиреоз, энтометриоз, кисты, ЖКТ, просто караур, анемия всю жизнь. Кажется, жизни не хватает разгребсти. О, так, слушайте, ну вот в этом все, вот то, что вы мне написали. Я, у нас с вами неделю марафон. Представляете, за неделю я не могу вам прям, ну, все впихнуть в вашу голову, все. Потому что она взорвется у вас от количества информации. А вот месяц, например, да, у нас в понедельник, 16-го, стартует курс «Учусь здоровью». С понедельника можно уже вступить и начать разгребать, и получать инструкцию к своей жизни. Так, ну, минутка рекламной паузы, уж простите. Так вот получилось, что вот так вот на вопросы приходится отвечать, да. Как попасть на курс «Учусь здоровью»? Давайте так. Завтра у нас будет прямой эфир, я завтра сделаю вам приятный сюрприз, сделаю вам скидку для тех, кто участвовал в марафоне, да. Вот так мы сделаем с вами. Кто захочет получить инструкцию к своему телу и к себе, тот может завтра приобрести. Так, ТТГ обязательно должен быть до 2 при планировании беременности. Ну, да, желательно, чтобы он в этом диапазоне находился. Ну, не прям до 2, но 2, да, 2. Иначе просто будет не очень хорошо беременность переноситься, и ребеночку будет не очень. Может ли при проблеме с щитовидной железой быть тахикардия? Конечно, конечно. Конечно, щитовидная железа, она иннервирует все органы, ну, практически все органы, которые есть. Она иннервирует работу сердца, иннервирует, дает вот этот гормон, да, тероксин. Она дает печени почкам, она дает желудку, она дает поджелудочной железе сердцу, да, для того, чтобы они функционировали. Конечно, если гормонов щитовидной железы вырабатывается много, они перевозбуждают из сердца, сердечная мысль начинает сокращаться слишком быстро, и тахикардия при гипертиреозе возникает. Хотя иногда по гормонам нормально бывает, как бы по-нормально, да, но бывает такой субклинический гипотиреоз и субклинический гипертиреоз. Так, расскажите, пожалуйста, о применении солодки для очищения лимфы. На курсе я даю, но мы там используем немножко другие препараты. На курсе мы чистим лимфу по полной программе. Как повышается антитилак щитовидки и как их снизить? Вот, давайте прям в двух словах расскажу, потому что сегодня это уже не первый вопрос. Мне сегодня человек 3 или 4 задали такой вопрос, почему повышается антитилак щитовидной железе или вообще антитилак чему-либо, какому-либо органу. Если повышается антитилак щитовидной железе, то это аутоиммунный процесс. То есть, если вы не знаете, что вы не знаете, то есть наша иммунная система начинает вырабатывать антитела против белков щитовидной железы. Почему это происходит? Потому что... Так, сейчас попробую, чтобы было максимально понятно. Вот, смотрите, у нас иммунная система работает в нормальном состоянии. В клетках красного мозга синтезируются новые клеточки иммунной системы. Вот они там обучаются. Есть клетки иммунной системы, которые вышли в кровь, там они функционируют, борются с бактериями, вирусами, элементами различными, даже пищей иногда. То есть, они их видят, это враг, они их помечают. Одна клеточка иммунной системы помечает, другая вступает в бой, они выбирают инструменты, при помощи которых уничтожить врага, уничтожают его и запоминают, ага, вот этот враг, и мы его уничтожили именно вот таким способом. Потом эти клеточки топают в красный костный мозг и обучают новобранцев, новых клеточек, которые только родились. И говорят, вот этих можно убить вот так, а вот этих можно убивать вот так. А те, которые придут в следующий раз, вот если грипп, да, вот смотри, вот есть такие-то действующие вещества, ты их выбрасывай, и вирусы, гриппы будут убиваться. Все новенькие клеточки говорят, ага, хорошо, да, мы все подняли. Те, которые бестолковые и не понимают ничего, их уничтожают, двоечники, да, их уничтожают, только выбраковка существует, а тех, кто отличники, их пускают в кровь, и они новобранцами идут в случае чего уничтожать врагов. Это нормальная ситуация. Что происходит, когда иммунитет слишком напряжен? Например, у вас паразит сидит аскорида, одна, или две, или три. Она выделяет белки, иммунитет постоянно с ней сражается, или у вас хронический вирус, гербес, апштейнбар, цитомигаловирус, или еще что-то. И иммунитет постоянно с ним работает, и работает, или кандиды слишком много в кишечнике, она там вся разрослась, и иммунитет постоянно работает, да еще системы детоксикации все время напряжены, и там приходится все время работать. И в лимфе все плохо, потому что лимфе, вместо того, чтобы заниматься, чтобы она была чистенькой, как чистая, вода как слеза, она как болото там, потому что все токсические вещества через лимфу выводятся, через почки, все напрягается, в общем, ахтунг в организме творится, да? А вы еще едите все подряд, и трансжиры какие-то, и все это на иммунную систему нагрузку дают, и в кишечнике образовались уже стояния между клетками и энтероцитами, и все красители, консерванты, и иммунная система думает, господи, что же это такое? И начинает массово вырабатывать новых бойцов в красном костном мозге. Оно их настолько много вырабатывает, что те бойцы, которые там сходили, они не успевают их обучать, они только пришли, и, а тут еще новая партия, и новая партия, и они их обучают быстренько, очень быстренько, говорят, так, вот это так, это так, и так, идите уже там, там вообще, ой, там надо идти вообще работать, и двоечников отправляют, и отличников, и тех, кто там плохо научился, и всех подряд, потому что там ужас, там просто надо спасать вот это тело, да? И что происходит? Клетки недообученные, они не понимают, кого, где свой, где чужой. Белки похожи? Похожи. Белки щитовидной железы могут быть похожи на некоторые молекулы пищи, которые мы принимаем, на некоторые белки, которые выделяют паразиты, на некоторые белки, которые выделяют грибы. И они путаются, они путают, и они начинают атаковать белки щитовидной железы. Если там у щитовидной железы еще экшн-барпат сидит, да, и он там притаился, то и туда будет, конечно же, агрессия. И постоянно вот эта вот агрессия идет вот там, где тонко, там и порвется. У кого-то это щитовидная железа, у кого-то желудок, у кого-то печень, у кого-то суставы, да, где вот потоньше, там, где ошибся, там и будет. И вот он, иммунитет ошибся. Вот эти бойцы недообученные, они там просто творят как ханалию, можно так сказать. Чего нам делать с этим аутоиммунитетом? Что нам нужно сделать, чтобы прекратить это? Ну, явно не альтероксин пить, правда ведь? Ну, так логически подумайте, ну, чего нам его пить-то? Ничего он нам не сделает. Нам нужно разгрузить иммунную систему. Что нам для этого нужно сделать? Улучшить работу печени, чтобы у нас мусор пищевой не поступал, правильные белки, жиры и углеводы к нам заходили сюда, лучшее состояние кишечника, потому что там, чтобы не было расстояния, чтобы не пропускать туда, там, молекулы крупного глютена, да, еще различные другие молекулы, которые дают нагрузку на иммунную систему. То есть разгрузить иммунную систему. Провести санацию, противогрибковую, антипаразитарную санацию, для того, чтобы немножко улучшить состояние иммунной системы. Оно не сразу происходит, оно где-то месяцев 5-6 уходит на это, да, потому что иногда и больше. При 1000 антитела приходится поработать и 8, и 10 месяцев, и 12, но они снижаются, потихонечку снижаются. Вы сами потом идете сдавать анализ, видите, что было 1000, а стало там 120. Мы работаем дальше, да. Это не только щитовидные железы касается, это касается суставов, ревматоидный артрит, это касается аутоиммунный гастрит, склеродермия, псориаз, это касается всех аутоиммунных заболеваний, всех, потому что иммунитет как сумасшедший, и нам нужно его немножко помочь. А если хороший, добрый мультик? Ну нет, ну мозг ребенка, когда смотрит телевизор, он там, он в мультике, он не в тарелочке с едой, он в мультике там, даже если он добрый. Вот, повышен пролактин. Пролактин бывает повышенный при аденоме гипофиза, и пролактин бывает повышенный, если вы на стрессе находитесь. Повышенный кортизол повышает пролактин, если вы, ну естественно, во время кормления грудью, если женщина кормит грудью, пролактин будет высокий, и это нормально. Поэтому, если у вас повышен пролактин, вам нужно находить источники, источники релакса, источники снижения стресса. Это прям архиважно. Странно, что никто не спросил про повышенный тестостерон как-то. Так, не всегда могу отследить свои эмоции. Бывает спокойно, бывает взрыв, появляется раздражение, повышение голоса, потом сил вообще нет. Как научиться отследить свои эмоции? Смотрите, чтобы научиться отслеживать свои эмоции, нужно понять, как работает ваш мозг. У меня есть курс «Прежде чем стресс», но я его даю только тем, кто прошел курс «Учу здоровье», потому что это должно быть именно в этой последовательности. 50 лет, третий месяц, начался климакс. Год назад кожа стала мягкой и потеряла свой туркар. Достаточно только коллагена и из иммунной схемы. Ну нет, конечно. Но вы у меня на курсе, я знаю, поэтому мы работаем. Все, по курсу питания. Коллаген можно подключить, конечно. Восполнить дефициты обязательно нужно. Добрый день, Наталья, подскажите, есть ли у меня варикоз, миома, фиброзная мастепатия. Плохо работает печень? Однозначно. Вообще, вот плохо работает печень. Начинать надо с него. Воскулит, чем связано? Воскулит – это тоже проблема иммунной системы. И связано это больше с нагрузкой вирусной. Воскулит – чаще вирусная нагрузка. Особенно вирус Абштенбар дает воскулит. Удковит тоже дает воскулит. Скажите, пожалуйста, по всему телу розинки красной точки – это печень или меланома? Ну нет, это не меланома. Ну, конечно, на всякий случай надо сходить проверить, но красные розинки – это плохая работа детоксикации в печени, повышение эстрогена и дисбаланс гормонов, и инсулинорезистентность очень часто. Так интересно рассказывать. Спасибо большое, но я стараюсь. Решено, иду на курс. Завтра я вам дам. Давайте сегодня уж про курсы не будем. Я так немножко вам рассказала там. Я вам завтра расскажу, что у нас там есть, чтобы каждый из вас, ну, кто, допустим, хочет получить инструкцию к себе, да, тот принял решение, да, я хочу, например, действовать. Я вам завтра все про него расскажу. Я вам расскажу про систему детоксикации, как они работают в отношении нашей красоты и что там вообще происходит. А потом уже вам прям пару слов расскажу про курс и дам вам скидку на курс, ладно? Сегодня уж не будем об этом. Так. Камень в желчном, что с ним делать? Пытаться растворить. Если он не растворяется, такое тоже может быть, потому что он может быть билирубиновый. Тогда сделаю так, чтобы он не увеличился. Так, можно ли прекратить пить статины после трехлетнего приема? Да, немножко не по теме, а давайте вы про статины спросите меня завтра. Вот завтра мы с вами про статины точно поговорим, ладно? Как раз она тема вот в холестерин, детоксикацию, туда. Я постараюсь вспомнить про статины, но если завтра вы будете на эфире, вы меня обязательно, пожалуйста, спросите еще раз, ладно? Эрозии шейки матки очень часто бывают из-за эстрогендоминирования. Не всегда, но бывают. Воспалительные процессы в кишечнике тоже дают эрозии в шейке матки. Как привести систему детоксикации в норму? Мы с вами завтра поговорим про детоксикацию обязательно. Так, мелкие родинки, это, ну, смотря какого цвета, красненькие. Так, Елена Малышева, советский доктор, подсадил напротив зачаточные. Ничего не хочу я сговорить по этому поводу, но там все куплено, вы же знаете. Это большая фарма вместе с Первым каналом, что тут говорить. О, папилломы. Папилломы, у меня очень на курсе, несколько, несколько, много отзывов, что во время очищающих программ отваливаются папилломы. Папилломы это вирус, вирус ППЧ, да? Папилломы это вирус. Если у вас иммунитет подавлен, то и папилломы будут на коже образовываться. Также, очень часто папилломы дают инсулинорезистентность. Когда у нас повышенный инсулин, тоже гормон, да? Гормон, который выделяет поджиглученная железа, чтобы утилизировать глюкозу, чтобы дать нам энергию. Когда повышенный инсулин постоянно в крови, это значит инсулинорезистентность, а это значит хроническое воспаление, а это значит напряженная иммунная система, и она не может проработать нормально вирус папиллом человека. Как только мы начинаем освобождать, убирать инсулинорезистентность, работать с детоксикацией, иммунитет приходит в норму, и они сами отваливаются. Вот так. Да, я поняла, что Елена Малышева. Так, я принимаю только онлайн, и местной консультации у меня нет. Сейчас пока все занято. Как я отношусь к эль-тирозину при гипотерозе? Хорошо, если он действительно там нужен. Эль-тирозин и аминокислота, так поясню, если что. Так, похожие вопросы, я их пропускаю, ладно? Аюрведу я очень люблю, одобряю, конечно же. Медитация, ну, еще неделю с вами будет. Потом, кто переходит на курс, она им остается насовсем. Аутоиммунные заболевания можно вылечить. Можно. Они прекрасно лечатся. Так, как быстро восстанавливается йод? Через месяц приема можно думать, что он восстановлен? Скажу просто, да, чтобы вы понимали. Вот вы когда едите, завтрак, обед и ужин. Потом на следующий день завтрак, обед и ужин. Потом еще завтрак, обед и ужин. А потом вы такие думаете, может, хватит уже? Че есть-то? И перестаете. Вообще. Ну, это, ну, как бы я просто трила специально, чтобы вы поняли, да? Как это не есть, что ли? Ну, да, что, поели уже, хватит, сколько можно-то. Вот то же самое происходит с йодом. Мы его не получаем практически с едой. За исключением, если вы каждый день будете есть морскую капусту, тогда да. Тогда я согласна, тогда вы можете его не принимать. А так, йод в нашем районе, если вы не в Японии живете, то надо его принимать обязательно. Эндометриоз. Медленно, наверное, надо лечить улучшением токсикации в печени. Так, я имею медицинское образование. Спрашивайте, я врач или нет? Так, друзья, ну, давайте завершаться уже. Все пойдем по своим делам, да? Я смотрю, повторяются вопросы. Цену на мой курс я вам скажу завтра со скидкой, ладно? Так, повторяющийся вопрос, я их прокручиваю. С гемангиомой печени сталкивалась, она, да, лечится, она не лечится, она уходит потихонечку. Смотрите, тут еще такой вопрос. У дочки после сдачи ЕГЭ появились узлы в щитовидке. Представляете, какой стресс был для человека? Ну, а гормоны в норме? Ну да, они пока в норме, все хорошо, узлы появились. Здесь надо обязательно, вот что вам нужно сделать? Нужно пойти и сдать анализы на дефициты. Обязательно проверить железо, обязательно йод в моче или сделать йодную сеточку. А мы с вами сегодня проведем эксперимент. Просто, ну, как бы, да, посмотрим, у кого, какой дефицит йода. Проведем эксперимент, я вам сейчас напишу в наш чатик, как его провести. Йодную сеточку хотя бы сделать, посмотреть йод в моче, посмотреть ферритин обязательно, гемоглобин посмотреть, обязательно восполнить селен, да, можно анализ на селен сдать, можно восполнить селен, потому что селен, в принципе, тоже лифицит, обязательно кремний, вот, и для того, чтобы узлы не росли. Видимо, она очень стресс сильно попала. И обязательно давать ей, там, типа, пассифлоры, можно что-то магний, да, для того, чтобы немножко нервную систему стабилизировать. Так, вирус Эпштейн-Бар можно победить? Ну, его можно вогнать в ремиссию. Это же как разновидность герпеса, да, и он с нами на всю жизнь. Но его можно сделать так, чтобы он нас не беспокоил никогда. И это, да, это может быть наследственно, это может передаваться от мамы к ребенку. Цитомегаловирус тоже самое, его нужно утихомирить, чтобы он не трогал. А утихомирить мы его можем, когда у нас иммунная система справляется. Мы завтра с вами немножко поговорим об этом. Так, кошмар, не примутым аутоиммуном назначили аутирокс. Ну, это костылик, это костылик. Лимфодренажный массаж можно и нужно. Во, про тестостерон никто не спросил, да, я думаю, кто-то же спросит про тестостерон. Повышен тестостерон, инсулин. Смотрите, холестерин, дальше прегнинолон, дальше прогестерон, и дальше у нас с вами идет либо синтез кортизола, либо синтез стероидных гормонов. Поэтому, у кого повышен тестостерон? Во-первых, эмоционально вы, скорее всего, бежите вперед паровоза, как мужчина. Обеспечить семью, заработать денег, быть всегда впереди начальником отдела, там, лучше всех, впереди всех. Это эмоциональная составляющая у людей, у которых повышен тестостерон. У женщин, да, у женщин, у которых повышен тестостерон. Раз. Повышен инсулин, инсулин всегда тянет за собой повышение тестостерона, как вот этот гормональный коктейль, который я вам рассказывала. Поэтому вам нужно проработать с инсулинной системностью, тестостерон придет в норму. И подумать насчет того, что вы все время бежите вперед, хотите за всех все сделать. Наверняка это так. Если так, прям директно напишите. Это так. Так, нет, кого раньше не слышал прекрасного объяснения сложных процессов. Вот у меня весь курс построен на том, чтобы я вам объясняла самое сложное, очень понятно. Потому что моя задача – дать вам нормальную инструкцию к действию на поводу себя. Кто-то уже ждет курс. Прекрасно. О методиках улучшения психоэмоционального фона, друзья, мы разговариваем на курсе уже. Там больше информации. Здесь уже, конечно, я вам столько не дам. Можно ли вылечить болезнь крона и няк? На курсе получить базу можно. Если вы тариф премиум берете на курсе, то там мы можем отвечать, именно конкретно с вами проработать этот вопрос. Как конкретно с вами? То есть какие-то нюансы можем обозначить. Какое меню выбрать, например, какой схемоочищения выбрать. Если вы берете там тариф ВИП, то тогда уже мы с вами вместе прорабатываем. Но у меня несколько пациентов с няк. Прям очень хороший результат у них. Прям мне нравится. Про токсикацию буду рассказывать и буду рассказывать завтра. У нас с вами еще один день завтра. Это прямой эфир марафона. Мы завтра будем с вами говорить про токсикацию. Так. Вижу, видите меня впервые. И очень я вам нравлюсь. Ну, спасибо. Я очень тоже рада. Я всегда рада новым подписчикам. Так, завтра. Смотрите, пишите. Завтра у нас с вами в 16.00 эфир. Точно так же мы с вами встречаемся. Мы с вами будем обсуждать системы детоксикации и выделения. Мы поговорим про печень, поговорим про почки. И немножечко затронем с вами кишечник, потому что без него никуда. Вот. И, естественно, мы затронем лимфу. Мы с вами поговорим, как это все работает, почему оно перестает работать, и в какую сторону нам двигаться, чтобы это заработало. Потому что это самое главное у нас с вами. Вы уже сегодня это поняли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok